Владелец этой машины задолжал государству 112 тысяч рублей. Такой долг по транспортному налогу накопился у него с 2011 года. Теперь судебные приставы вправе изъять автомобиль в счет уплаты долга. Сейчас автомобиль отправится на стоянку, после чего должнику есть срок 10 дней для того, чтобы он оплатил задолженность. В случае, если он оплатит задолженность, арест автоматически снимается, автомобиль возвращается в должнику. Арест автомобиля – мера крайняя и для должника недешевая. Теперь ему, помимо транспортного налога, придется оплатить расходы на транспортировку, хранение и оценку арестованного авто. Наличие долгов по налогам может помешать и отдыху за границей. Неплательщиков ограничивают в праве выезда за пределы России до уплаты долга. Так что, если вы уже получили налоговое уведомление и квитанцию на оплату, затягивать не стоит. У нас имеются налогоплательщики, которые по каким-то причинам не получили налоговое уведомление. Чтобы произвести оплату, налогоплательщик должен прийти в налоговую инспекцию и получить квитанцию на оплату за должности. Вернее, на оплату начисления за 2014 год. Чтобы расплатиться по счетам, даже из дома можно не выходить. Достаточно зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы – налог.ру. Удобный сервис позволяет узнать свои долги по налогам и оплатить их онлайн, а также обратиться в налоговые органы без личного визита в инспекцию. Валерия Макарова, Константин Головин, Алексей Золотенков. События.